Говоря о точном умножении, я снова буду акцентировать внимание на разбиении какого-то непростого действия на ряд простых действий, но важный момент, что это разбиение может быть не только аддитивным, но и мультипликативным. Что это значит? Под аддитивностью я понимаю, что вот, например, число 21 можно представить как 20 плюс 1, можно его представить как 7 и 3, это будет мультипликативное представление числа 21. В данном случае, конечно, 21 удобно разбить на 20 плюс 1, если речь идет о первом примере. То есть разберемся с этим. 309 мы умножаем на 20 плюс 1. Раскрываем скобки. 309 на 20 плюс 309. Ну, дальше 309 умножаем на 20. Это все равно что 310 на 20 минус 1 на 20. То есть это 310 умножить на 20 минус 20 плюс 309. Продолжаем. Это у нас 6200. Дальше плюс 309 минус 20. Ну, минус 20 это удобно разбить на минус 9 и минус 11. Продолжаем нашу мысль. Получается 6500 минус 11. В итоге 6489. Так мы не перемножали эти два числа столбиком, а просто разложили перемножение вот в несколько действий, воспользовавшись аддитивностью. То есть воспользовавшись тем, что вот умножение на сумму это сумма умножения. То есть это вместо того, чтобы умножить на сумму двух чисел, можно умножить на каждое из этих чисел по отдельности, потом сложить. Что я понимаю по мультипликативности? Это возможность разбить одно умножение на умножение и деление. Ну, либо на два умножения, либо на умножение и деление. Например, число 15 это половина от 30. И вместо умножения на 15 можно записать умножение на 30 и деление на 2. Множение на 30 производится легко. 0 в конце. 1х3, 3. Дальше идут две семерки. То есть это будет 21 и 21. Ну, с двигом на единичку влево-вправо относительно друг друга. 21 и 22. Это как 210 плюс 21. 231. Делим это все на 2. Тоже незамысловато. Можем начинать с, ну, так же, как если бы мы делили столбиком. Только это можно производить в уме. Ну, где-то начиная со старших разряда. 20 тысяч на 2 это 10 тысяч. 3000 на 2 это будет 1500. Вот 500 мы пишем на месте, где стояло 100, потому что 100 поделить на 2 это будет 50. Ну, а дальше 30 поделить на 2 это 15. 50 плюс 15 это 65. Все. Разорвались с этим примером. Ну, и вот последний пример, как такой комбинированный, где мы используем вот это вот разбедение умножения на несколько. Ну, вот чтобы, скажем так, чтобы жизнь медом не казалась или чтобы не возникало такого ощущения, что можно просто столбиком перемножить в несколько действий вот это число на 6. Ну, давайте напишем здесь все-таки 26. Ну, тут вот используем комбинацию вот это разложение умножения на сумму двух умножений и разложение умножения на умножение деления. То есть вот данное число мы умножаем на 25 и прибавляем одно такое же число. Ну, то есть 26 представили как 25 плюс 1, раскрыли скоб. 25, что это такое? Это 100 поделить на 4. Поэтому мы умножаем на 100, напишу и делим на 4. Если говорить идейно, то многие приемы, которые вам могут пригодиться в быстрых точных вычислениях, они идут ровно в обратную сторону относительно многого из того, что вам, возможно, объясняли в школе на уроке алгебры. Например, вот на школьных уроках мы бы скорее, имея такое произведение сложное, 1819 умножить на 100 поделить на 4, мы бы скорее сделали наоборот, мы бы сказали, что вот, ну, можем произвести эти действия в несколько ином порядке. Сначала 100 поделить на 4, получить 25, произведя такое элементарное сокращение, а потом уже перемножать то, что получится. Но нет, в данном случае мы, наоборот, имея всего лишь два слагаемых, визуально как бы усложняем наши действия. То есть мы визуально усложняем нашу последовательность действий, добавляя в нее новые действия. Вместо умножения мы написали умножение и сложение. Но это упрощает нам задачу в плане того, чтобы мы последовательно делаем множество более простых действий. Ну, то есть умножить на 100. Делаем это сначала и поделить на 4, делаем это потом. Но умножить на 100 нам ничего не стоит. Это просто дописать два нуля. Делить на 4 сложнее. Однако можем делать это поочередно. Наше число это 180 тысяч, потом 1 тысяча, потом 900. Вот из этих 180 тысяч мы имеем в первую очередь 18 десятков тысяч. Вот эти десятки тысяч мы делим на 4. Это все равно, что 16. Поделить на 4 и получить 4. 4 десятка тысяч. То есть это 40 тысяч. И дальше что-то там пойдет. Дальше у нас есть 21 тысяча. Ну, вот эту вот двойку. Мы оставили, перебросили ее. Дальше получили 21 тысячу. 21 тысячу делим на 4. Получается 5. И одна тысяча осталась. Дальше мы имеем вот это вот число 19. Оно у нас будет означать сотни. Если посмотреть, что два нуля идет после девятки. То есть 1900 или 19 сотен делим на 4. Но сначала берем 16 сотен делим на 4. Получаем 4. Остается... Сколько сотен? Остается у нас 3 сотни. 3 сотни делить на 4. Ну, каждая сотня дает 25. Ну и 3 сотни будут давать 75. Ну, вот как у нас и было. Значит, 40 тысяч, потом 5 тысяч, потом 400, потом 75. Ну, прибавляем к этому всему 1820 минус 1. Не забываем упрощать наши задачи, добавляя действия. Ну, упрощая каждое из определенных действий. Ну, и складываем поочередную. Значит, 45 тысяч 475. Прибавляем 1820. Ну, сначала прибавим 1600. Ну, а потом 220. Потом минус 1. Так, что получится? Ну, 1600 мы прибавляем к какому количеству сотен? К количеству сотен 54. Ну, получается 60, еще 10, то есть 70 сотен. То есть 40 тысяч, потом 70 сотен. Это 47 тысяч. 0. 75 плюс 220 минус 1. Ну, и заканчиваем наш пример. КОНЕЦ